Здравствуйте, я Василий Королевский, фотограф, фотостудия в Тимрике. Это Надежда Строгнова, жена ретушер-ассистент. Здравствуйте. Некоторое время назад мы уже публиковали цикл статей о ценообразовании на школьной фотокниге. Если кому-то удобнее читать, а не смотреть, мы оставим ссылочку, вы сможете перейти в нашу группу и почитать это там. Кстати, у нас есть группа для школьников, которая так и называется «Школьный фотокор». В ней много полезной информации для школьников и их родителей о том, как проходит съемка, что из чего состоит. Проходите, читайте, много полезного узнаете. Подписывайтесь. Всех вас ждем в нашей группе. Зачем мы решили вообще затронуть сегодня эту тему? Цена на школьную фотокнигу. Почему наши книги стоят столько и как эту цену можно удешевить? Иногда нам говорят, что где-то книжки дешевле. Да, такое есть. Для нас это странный момент. Сегодня мы решили представить, как можно удешевить фотокнигу и рассказать об этом вам. Цена на книгу складывается из нескольких факторов. Стоимость техники, которой работает фотограф. Время, которое тратит фотограф на съемку портретов. Работа ретушера. Его время, которое он затратит на обработку отснятого материала. И стоимость изготовления книги в фирме, которая нам печатает готовую продукцию. С каждым человеком я работаю очень вдумчиво и не торопясь. Насколько позволяет время съемки? Если вы приходите сниматься в студию, у вас времени больше. Потому что мы можем заниматься не в школьное время, а в мое время. При съемке в школе на ученика я могу уделить 5, ну максимум 10 минут. Потому что класс большой и всех нужно снять быстро. Но даже в эти сжатые сроки я втискиваю ту работу, которую я обычно делаю в студии с человеком за час. Ищу лучшие стороны и помогаю каждому ребенку раскрыться. Чтобы он получился отлично. Даже если во время школьной фотосессии не смог, я предоставляю всегда возможность еще раз пересняться. Чтобы сделать один портрет на обложку, я делаю около 20 кадров. Чтобы из них выбрать самый лучший для обложки. И порядка 10 кадров минимум для того, чтобы сделать фотографию, виньетку маленькую. Вкладываю все свои старания, знания и силы, чтобы получить два портрета. Стоит оно того или нет решать вам. Если вы хотите удешевить книгу и в этом моменте работы, вы можете попросить, чтобы я не работал как фотограф, который умеет работать с людьми. А просто сделал два кадра. Сделать один кадр на обложку и сделать один кадр для виньетки. Это будет дешевле. Что моя работа без техники? Если я даже сделал хороший портрет, важно, чтобы все детали, цвета и фактура кожи была передана без потерь. У меня отличный фотоаппарат и отличный объектив. Снимаю 85 мм никоновским объективом. И на, собственно, никоновский фотоаппарат 750. Отличная матрица на 24 мегапикселя. Хорошая цветопередача и чувствительность. Но и фотоаппарата недостаточно. Чтобы сделать хороший портрет, у меня есть выездная фотостудия вспышки. Я беру с собой свет и постоянный, и импульсный. Чтобы хорошо осветить человека, чтобы это были не темные и мутные картинки, а именно портрет со светотенью, с объемами и цветами естественными. Хорошая техника сохраняет вас такими, как и вы есть. И после этого, я смотрю на свои книги, уже сделаны напечатанные, я вижу, что человек не на бумаге. Он как живой. Потому что детали, все естественно, кристально чисто. Вот так оно выглядит. Здесь удешевить уже не получится. Удешевить в пункте с техникой не получится. Это что касается моей части работы начальной. Дальше работа надежды. Ретушь. Как можно удешевить ретушь? Сейчас вы видите на экране фотографию. Я обработала ее в трех вариантах. Эта фотография взята из фотобанка. Эта фотография не Василия. Я попыталась представить, как можно удешевить ретушь школьной фотографии. У меня получилось так. Первый вариант. Мы убираем прыщи, замазываем кожу и на этом останавливаемся. Второй вариант. Вы видите пример работы фильтра для фотошопа, который называется портритура. Портритура сглаживает кожу просто в усмерть. Она работает сродни инстаграмовским фильтром. Там остаются ноздри, глаза, губы. Собственно, все. Света тень она убивает полностью. Хорошо, что на этом фото мальчика очень фактурное лицо. Если применить портритуру к человеку с лицом умненьким, человек будет похож на резиновую куклу. Я не люблю портритуру и стараюсь использовать ее очень редко. Обработку всех этих фотографий в ускоренном в три раза варианте я выкладываю на YouTube. Ссылку на плейлист я оставлю в описании. Вы можете посмотреть и сравнить варианты. Третий вариант обработки. Даже по хронометражу видно, что он дольше. Это минимум того, что я обычно делаю с фотографией. Когда я обрабатываю фотографию, я прежде всего обращаю внимание на детали. Я работаю с белками глаз, я работаю с губами, я работаю с волосами, я работаю с общими контурами тела. Само собой я чищу кожу, стараясь сохранить ее фактуру. На этом фото вы не увидите фактуры кожи. На фото Василия фактура кожи сохраняется. И мне нужно сделать так, чтобы она была чистой, красивой, здоровой и без изъянов. Я это делаю. Все это занимает время. Время – деньги. Чтобы удешевить обработку, мы ее ускоряем. Но ускоряем мы ее не экшенами, как делают профессиональные ретушеры и я, а ускоряем ее простым размазыванием. Если вы хотите удешевить ретушь, вы можете сказать, что вам нужна просто минимальная обработка. Просто убрать прыщи. Для школьников это частая проблема. И иногда кажется, что простое убирание прыщей – этого достаточно. Тоже обговаривается и удешевляется сама обработка. Единственное, что я хочу вас сразу предупредить – фото на бумаге будут выглядеть блеклыми, плоскими, как блинчик. Но тут уж ничего не поделаешь. В третьем варианте я также работаю со светотенью. А это зачем? Что это дает? С помощью света и тени мы можем спрятать то, что выпирает, и выделить то, что должно выпирать, но, к сожалению, этого не делает. Для каких лиц это подходит? В принципе, это подходит для любых лиц. Во-первых, при работе Dodge Burn'ом мы убираем лишние пятна на лице, сохраняя при этом фактуру кожи. Во-вторых, с помощью тени мы прячем то, что не нужно нам, и выделяем то, что нам нужно. Есть такой фильтр в фотошопе, называется Liquify. Он популярен особенно у тех, кто хочет втянуть живот. То есть мы берем и просто втягиваем лишнее. Как правило, при этом ломается линия тела. На лице я его практически не использую, поскольку светом и тенью можно это сделать грамотно и качественно, не ломая лицо. Вы будете выглядеть, естественно, вы себя узнаете, вы будете собой, но при этом в слегка таком улучшенном, гламурном виде, скажем так. Четвертый пункт. Изготовление готовых фотокниг. Мы печатаем их тремя вариантами. Первый вариант это фотопечать. Самое максимальное качество, самые красивые, сочные цвета. Твердые книжки, твердые страницы, самый сок. Бывают ламинации глянцевые, бывают матовые, но смотрятся просто отлично, прям как вживую. Второй вариант печати типографский. Это книжки в твердой обложке на тонких страницах. Отличие от фотопечати вы увидите только если присмотритесь. Муар. Печатаем в шесть цветов. Качество цветов и картинки такое же на высоте, но изготовление дешевле. А есть вариант еще дешевле. Печать на машине, которая называется HP Indigo. Печатает она в четыре цвета и тоже на бумаге. Это тоже книжки в твердой обложке и тоже книжки на тонких страницах. Недавно мы побывали в Краснодаре, в представительстве ростовской фирмы, в которой мы печатаемся. Где мы увидели новые образцы, то, что сейчас модно, популярно и печатается у них. Разные варианты выпускных книг. Мы засняли видео и выложили у себя на YouTube. Есть отдельный плейлист, ссылочка на него тоже будет в описании. Переходите, посмотрите, что сейчас модно, что сейчас делают, какие стили нравятся вам. И что мы вам предлагаем. То, что вы там увидите, мы тоже делаем. Это новые форматы, новые образцы, которые мы вам предлагаем изготовить. Они выглядят очень дорого, но по цене они неразорительны. Посмотрите, пожалуйста, видео. Возможно, вас заинтересуют какие-то образцы. Мы такие форматы еще не делали, потому что это новинка. И сейчас мы ищем классы, которым понравятся такие книги. И мы сможем с ними поработать и сделать им эту красоту. Выглядят они достаточно дорого, но по цене совершенно неразорительны. Смотрите, выбирайте. Ссылочка в описании. Собственно, мы рассказали, из чего состоит наша работа. И только вам решать, какого качества книги вы хотите получить, мы можем сделать так, как вы решите. Итак, повторим еще раз, из чего складывается цена. Первое. Опыт фотографа. Второе. Качество техники. Третье. Ретушь. Четвертое. Печать. Вы можете решить, какой из этих пунктов вы хотите удешевить. Собственно, мы можем сделать так, как вы решите. Печать. mimisc resources.